Комитет всякий раз садился, видел, что... А? Поляк! Недостаточно человеку просто формального... Да или нет. Точно так же случилось с упоминанием ключа с земли. Регулярно выстраивает грандиозные, какие-то монструозные конструкции. То, что он, оказывается, может влиять еще и на форму орбиты. Да, то есть вот мы ей отдадим его, она поймет, что вообще мы имеем в виду. Причок и ребус, который мы можем объяснить. Всем здорова, друзья! Меня зовут Михаил Халецкий и рядом со мной Дмитрий Лагутин. Знаете, друзья, что это значит? Это значит, что настало время для нового выпуска Диалоги, в рамках которой мы будем говорить про Станислава Лема, а именно про его роман Солярис. Дим, ну тебе радостно выходить после небольшого хиатуса, скажем так, после небольшого перерыва снова приниматься за обсуждение книг? Мне очень. Нет эпитетов, которые могли бы точно описать мое состояние. Но есть эпитеты, которые вам могут понравиться не откуда-нибудь, а с страницы ВК, на которой Дима публикует как свои собственные заметки, так и заметки своих коллег по писательскому цеху. Ссылочки будут в описании, это будет и Нота Бена, и все остальные паблики. Так что, пожалуйста, проходите, ознакомьтесь и просто познавайте чуть лучше весь тот материал, который делится с миром Дмитрий Лагутин. Ну а мы начинаем и едем. Я предлагаю начать обсуждение не конкретно с Солярисом, может быть, а именно с персоной Станислава Лема. Он у нас польский автор, он фантаст и при этом публицист. Из интересных работ, про которые вы, вероятно, слышали, это сумма технологий, которая является такой попыткой предсказать, как же будут происходить, может быть, какой-то такой мерч, совмещение человеческого и технологического в будущем. Книжки несколько десятилетий, казалось, Лем там довольно много интересных вещей, правильно предсказал. Еще из-за любопытного в прошлом году, по-моему, у Александра Панчина вышла книжка под названием «Сумма биотехнологий», в которой он рассказывает про ГМО. Хайпится, хайпится. Ну да. А при этом, если мы говорим про предыдущие какие-то произведения, еще у... на минуточку должен подсмотреть. По-моему, это Фома Аквинский «Сумма теологий». То есть, как бы у нас сумма теологий, сумма технологий, сумма биотехнологий. Преемственность в литературе. Ну да, получается, что так. Из еще любопытных вещей, которыми хотелось бы поделиться, это тот факт, что господин Лем не получил, к сожалению, Нобелевской премии по литературе. Однако ни один, ни два человека, которые занимаются исследованиями литературы в 20 веке, они говорят о том, что вот должен был, должен был за все те, за весь тот вклад, который он внес из публицистической точки зрения и вероятно с художественной. Но, к сожалению, видимо, комитет всякий раз садился, видел, что, а, поляк. Ну, либо поляк, либо то, что, а, научная фантастика, что, собственно, его радует. Дальше, как бы, на другую сторону посмотрел. Но причины могли быть разными. Он не получил, к сожалению, Нобелевскую премию, но при этом он... Мы можем его читать, можем ознакомливаться с его произведениями. И уже вот в самом начале нашей передачи я категорически призываю нашу аудиторию это делать. А еще очень интересная, да, небольшая у меня выдержка из статьи Александра Генниса про Солярис. Оставлю ссылочку в описании, но история идет примерно так. Несколько десятков лет назад Станислав Лем написал нашумевшую статью «Злосчастная фантастика», за которую его исключили из общества американских писателей-фантастов, почетным членом которого он состоял. Лем во всеуслышание объявил о художественной нищете своего жанра, с редкими исключениями, к которым он относил книги Стругацких и, на минуточку, Филиппа Дика. Вся эта отрасль литературы представлялась Лему реакционной по форме и категорически беспомощной по содержанию. Меньше всего в ней было того, утверждал он, ради чего она писалась. Фантазии. Но, друзья... Ну, мы должны, конечно же, сделать какую-то скидку на эпоху и сказать, что если бы Станислав Лем сейчас решил высказаться про фантастику, он бы уже обладал каким-то багажом в рамках серии «Сталкер». И он бы, наверное, так не сказал. Ну да. Вероятно, да. Друзья, ну вот это небольшой такой контекст самого Станислава Лема. Разумеется, есть страница Википедии, можно ознакомиться с ним чуть поподробнее. Но здесь мы с вами собрались, чтобы поговорить про самое известное его произведение. Это «Солярис». Вот он у нас лежит. Что мы можем про него сказать? Потому что написан в 1961 году. Издан. Издан. В 1941, а при этом большую часть, если опять-таки верить в Египедии, с 1959, да, трудился над этим произведением. Он, роман этот, является культовым. Он крайне известен, вероятно, одно из самых известных произведений в научной фантастике. И, что характерно, у Лема получилось создать не просто отдельную книгу, но целый мир. То есть, как бы, мы подробнее поговорим. Дождать, наверное, толчок для создания этого мира. Потому что сам-то он так, как бы, написал книгу и написал. Но книга породила целый пласт, да, и в кинематографе, и в литературе, и в мультипликации, в музыке, да. Господи, «Солярис» разошелся просто по всем фронтам. Если я правильно помню, даже оперу люди ставили с соответствующей тематикой. То есть, это важный такой культурный пласт, с которым почему бы и не ознакомиться. Ну что ж, поговорили мы с тобой про актуальность, поговорили немножко про Станислава Лема. Давай ворвемся в сюжет. Как бы ты вот вкратце, да, попробовал бы описать. Но на самом деле там много может возникать деталей. И мы помним с вами, да, друзья, что это скорее произведение для тех, ну, не так, простите, не произведение, но на наши программы, для тех, кто скорее всего читал. Поэтому спойлеры-спойлеры, если совсем их не хотите, ну, сходите, прочитайте, благо книжка небольшая. Поставьте на пауру, прочитайте книжку и включайте. И возвращайте. Как бы ты описал, завяз, уймут сюжет в целом? Окей. Будущее. И где-то далеко-далеко в космосе люди находят планету, которая представляет из себя небольшой клочок материи, обернутый океаном. И по исследованию выясняется, что океан-то этот живой. И мало того, что он живой, он еще и разумный, судя по всему. Ну и как это водится у людей, люди начинают этот океан пристально изучать. То есть, они начинают его настолько пристально изучать, что в какой-то момент океан не выдерживает. Это когда они начинают уже применять вот эти излучения. И начинает сам взаимодействовать с людьми. То есть, идет на контакт. Но контакт, которого человеческий разум, понять так уж сложилось, не в состоянии. И на эту планету присылают нашего героя. Криса Кельвина. Собственно, это завязочка. А дальше начинается самое интересное. Крис сталкивается с такими событиями, которые не только переворачивают его представление о океане, о космосе, но и о самом себе и о человечестве в целом. Ну я не знаю, как вот короче сказать, куда уж. Ну да, здесь ты самые основные вещи, мне кажется, озвучил. Замечательно. Ну да, действительно, Крис Кельвин попадает на эту станцию. На этой станции должны находиться три ученых, помимо него. Но когда он прилетает, он узнает, что буквально несколько часов назад покончил с собой. Ученых два? Да. Можем их существ. Четыре. Это правда. Один из ученых по каким-то причинам взял и покончил с собой. И в рамках этого произведения мы пытаемся понять, а что же произошло, почему, как человек смог оказаться в том состоянии, кто его довел до такого состояния, что он взял и наложил на себя руки. И какие цели преследовал этот кто-то, кто его доводил? Совершенно верно. Хотел ли он самубийство человека? Ну и вот с этой стороны, да, если мы говорим про, может быть, жанровую принадлежность, мы с тобой помним, Дим, да, что в передаче «Игра в бисер», да, с Волгиным, там люди философские или, да, один из, да, выступавших сказал, что фантастика с небольшими там философскими нотками, по-моему, сформулировал один из гостей. Но вот именно та часть начальная, когда мы еще не понимаем, что там происходит, непонятные какие-то негритянки ходят по этой базе, какие-то причины, которые сподвигли человека покончить с собой, ну, детективная часть такая есть, можно сказать, в каком-то смысле. Может быть, хотя бы нотки детективности, но они позволяют в книжку, ну, скажем так, вгрызаться и не отпускать, потому что есть загадка, а это всегда интересно. Ну, со спиной, со спиной. Да, совершенно верно. То есть, один покончил с собой, двое оставшихся находятся не в самом здравом уме, и тут к ним попадает человек, который, вот, на первый взгляд, вполне себе такой крепкий мужик в плане психики, и бац-бац, его начинают атаковать. Ну да, в принципе, это пейс. Считается очень легко, но я не знаю, насколько это, не берусь судить, насколько это заслуга переводчика, но сделана книга так, что ты просто садишься, открываешь и улетаешь. Вообще, наверное, отчасти это потому, что, в принципе, жанр фантастики, он такой увлекательный, по большому счёту. За исключением некоторых отдельных произведений, не самых топовых. Ну что, Рим, продолжая сюжет, действительно, Крис Хеллин попадает на эту станцию, находит учёных живых существ, живых, неживых, мы ещё разберёмся чуть позже. Он их находит, начинает с ними общаться, он читает книжки, которые там есть, по поводу, отдельная же наука, да, отдельная наука посвящена этому океану, соляристика. И, с точки зрения структуры романа, у нас есть непосредственно событие, да, общение с Харри, это девушка, которая... Ну давай тогда, да, да, главный твист. Твист. Главная мысль, сейчас мы до твиста дойдём, то, что с точки зрения структуры романа, у нас есть чередование, вот у нас события, которые разворачиваются на базе, это общение, это попытки понять, что же происходит, это расхаживание по этой базе, да, и какие-то взаимодействия с другими людьми. Но также у нас есть врезки, которые, это, к слову, о мире, да, насколько удалось создать отдельный мир Станиславу Лему, о мире самого Соляриса, о том, как столько десятилетий назад он был открыт, с такой-то стороны пытались изучить, то-то они узнали, вот это непонятно, при этом океан огромный, который занимает всю планету, ну, за крохотными исключениями, как люди пришли к тому, что он действительно мыслящий, к тому, что он действительно, может быть, чувствующий и также пытающийся с человеком контакт установить. Ну, собственно, главный интересный твист, мы узнаём, что есть девушка Харри. Нет, не так, давай. Мы узнаём, что взаимодействие океана с людьми происходит следующим образом. Вы встречаетесь с океаном, океан залезает вам в голову и вытаскивает оттуда самое, так скажем, тревожное, наверное, да? Самый тревожный, самый такой глубинный, какой-то такой едкий, может быть, образ, который вас мучает, и он материализует этот образ. В виде людей. В виде людей, да. В случае с главным героем, это его возлюбленная, которая покончила с собой, и из-за которой он терзается совестью, муками совести, потому что он уверен, что в каком-то смысле он виноват в том, что она с собой покончила. И океан изымает её у него из сознания, материализует, ставит перед ним, и всё, тут уже как бы, там даже до такого доходит, что герой не может от неё избавиться. Но потом он не хочет от неё избавиться, но дело в другом. То есть он начинает познавать себя и познавать вообще, наверное, в принципе, природу человека через взаимодействие вот с этим двойником, так скажем. Друзья, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, и после этого поподробнее поговорим, наверное, именно про природу океана. В деталях обсудим, что нам говорит автор. Ну, а потом будут уже остальные части и про госпожу Харри, ну, как у неё была фамилия, но да, пускай будет Харри. И про Андрея Тарковского тоже, про его экранизацию поговорим. Не переключайтесь. Итак, друзья, мы продолжаем обсуждение романа Станислава Лем Солярис, и в этом блоге Диме я бы хотел всё-таки чуть поглубже, поподробнее, детально обсудить сам океан. Вот, именно его отображение в рамках романа. В первую очередь, конечно, нужно подчеркнуть, что не только события, ну, как бы, даже для меня три основных части в этом романе, да, с точки зрения дополнения. Это описание действий Криса Кельвина, это описание науки соляристики, как она развивалась, и как люди взаимодействовали с этим океаном, как они соляристические экспедиции снаряжали. И в-третьих, конечно, это множественные описания того, как выглядит океан, как свет, отражаясь от его поверхности, попадает на, соответственно, поверхность предметов в комнате, где живёт Крис. Мимоиды. В принципе, я бы к этому ко второму ещё отнёс, но вот для меня лично это три основных части. Что касается мимоидов и симметриат, расскажи чуть-чуть поподробнее, что ты помнишь про это. Океан действует беспрестанно, то есть вне зависимости от того, смотрят на него люди или облучают они его рентгенским излучением, или пытаются его понять, океан живёт своей жизнью и чего-то там делает. Он регулярно выстраивает грандиозные, какие-то монструозные конструкции, которые люди стали классифицировать и присваивать им какие-то отдельные названия. Конструкцию он эти выстраивает, 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 выстраивает. Это для того, чтобы вы поняли, что они действительно сложные. А потом он их рушит. Ну, они просто так просыпаются. Какие-то из них, по-моему, они тут поднимаются вверх, то он забирает их к себе. Да, да, да. Зачем оно это делает? В чем причина? С этим трудно разобраться. Мне очень интересным показался факт, то, что в оригинале, в польском оригинале, как на польском языке писал Станислав Лен, солярис женского рода. И с этой точки зрения можно найти какие-то параллели, то, что это такой живородящий океан. То, что он как мать, производящая каких-то детищ, в контексте вот этих вот мимоидов и прочего, нам совершенно непонятных, но в контексте Харри, который, ну и других, скажем так, материализаций, скрытых вспышек сознания у человека, он просто, ну, не он, она. Как живородящий океан. Вот этот образ мне показался очень интересным. Что-то ее дети? Ну да. Интересно. Что еще из занимательных вещей? Мы с тобой забыли сказать, что изначально, да, как люди, ну, согласно сюжету, узнали об этом океане. То, что он, оказывается, может влиять еще и на форму орбиты. Он находится, да, в солнечной системе с двумя солнцами. Это тоже находится в отражении, то, что там то одного цвета солнце восходит, то другого. Это по-разному, скажем так, сказывается на внешнем виде планеты. Бонально, и планеты, и комнат, в которых находятся наши герои. Да. Вот так вот они, сколько там, полдня он как Джаред Лето в «Бегущем по лезвию», в желтом вот в этом плавают. Полдня как Райан Гослинг. Ну да, может быть, фиолетовые там есть, типа, смотрите, очень много совершенно разных оттенков. Еее, отсылочка. Еще поговорим, может, про Филиппа, дико. Вот, ну и у меня здесь есть пометочка, да, мы так и не знаем, зачем подбрасывают людей, тех, перед кем они виноваты, и, может быть, тех, кого любят наши герои. И вот этой фразой я бы хотел перейти к новому, да, димблоку, не столько про океан, сколько про саму идею того, что создаются некие люди. Они нейтринная у них, скажем так... Природа. Природа, да. Нейтринная материя, которую, если мы пытаемся зайти максимально глубоко, делать зум максимальный к самому, к самому нутру, там оказывается, что они пустые внутри. При этом, сначала, да, узнавая о том, что вот они якобы пустые, ты начинаешь думать, ну, может быть, это некая алюзия на то, что вот есть настоящие люди, а вот эти созданные океаном, внутренне они пустые. Но это не так. Харри, она начинает осмысливать себя. Она начинает понимать, что вот, дескать, я закрываю глаза, я даже не помню, как выглядит мое лицо. И вот это вот развитие, которое получают герои, ну, которые будут созданы океаном, оно очень интересно, опять-таки, при контрастировании с... Живыми людьми. Да. Да, да, которые... Я опять сейчас начну на Бегущего по лезвию слов. Нет, именно это, на самом деле, я хотел сказать, то, что в контексте современных произведений, ну, для меня это, в первую очередь, недавно посмотрен на Бегучий по лезвию 2049, который нам с Димой безумно понравился. Если еще этого не сделали, обязательно сходите и посмотрите. И мы это упоминаем, потому что там главный герой Кей. Да. Честно, это опасно. В общем, он находится в мире, где существуют репликанты, а репликанты это как раз-таки люди, которые выведены искусственно. И вот с этой точки зрения, слушайте, вот у меня возникают вопросы, да, насколько Лем в силу культовости его произведения повлиял на то, что... Хотя нет, у Филиппа Дика... Мне кажется, что это просто одна из идей, которые, знаешь, в воздухе витают, и фантасты в разных частях планеты, они... И переносит ее на бумагу, просто каждый по-своему. Конечно, мне кажется, что вообще, ну, как бы... А еще Мир Дикого Запада, Мир Дикого Запада. Да, скоро второй сезон. Посмотрим. Ты говорил, продолжай. Ну, зачем он, не знаю. Окей. Мне кажется, ну, одна из центральных, конечно же, тем вообще Соляриса, это... Под слоем вот этой вот фантастики, да, которая увлекает читателя. Рассуждение о том, что делает человека человеком, рассуждение о том, что делает живое существо живым, и достаточно ли просто уметь шевелиться и, например, делать вид, что ты обладаешь сознанием для того, чтобы представлять из себя живое существо. То есть, мне кажется, по большому счету, я вот сейчас хотел сказать, что Роман не отвечает на этот вопрос, а потом понял, что отвечает. Здесь очень интересно, Дим, достаточно ли двигаться, чтобы быть живым существом? Мы вспоминаем сцену, которая является... Сейчас опять про детерминизм заведешь. Нет, про детей, про одного ребенка, которого увидел один из... Да, немецкое дитя. Да, людей, которые... Они отправились, это еще было до событий основных, разворачивающихся в романе, некто Берд, по-моему, да? Да, вдруг во время одной крупной экспедиции, там было довольно много народу на станции в тот момент, вдруг набежал туман, нужно было спасать людей, и он отправился искать одного из потерянных участников экспедиции. Он на грузовом вертолете летал, и вдруг видит в одном из просветов, до этого он увидел небольшой, скажем так, сад, который будто был сделан из гипса, а потом он увидел дитя, огромное четырехметровое дитя, но при этом поведение этого ребенка, даже младенца скорее, который был полностью голый, оно не поддавалось какому-то живому... Ну, не то, что живому описанию, оно было... Логическому описанию. А, разумею, это тоже, но он двигался, как будто пытался понять вообще, как это, собственно, нужно двигаться. Вот, и с этой стороны, тоже любопытно поразмыслить, насколько человеческое... Ну, понимаешь, как это... Насколько умело Станиславу Лему удалось вставить такие вот элементы в свое повествование, и насколько они подталкивают нас к размышлению как раз-таки о том, что значит быть человеком. Ну, ты приводишь все-таки такой пример, да, вот этот младенец, это, так скажем, такие первые опыты Отеана, то есть это его попытки, вот первые какие-то разы, когда он пытается осознать, как взаимодействовать с человеком, может быть, каким образом выстраивать вот этого двойника. А говорить о теме того, что делает человек человеком, ну, мне кажется, более уместно уже именно с финальными творениями Отеана, то есть с Хари, ну, и с теми двойниками, о которых нам ничего не говорится, которые так или иначе мелькают по тексту романа, но они объясняются. Вот, так Хари, она ведь, вот где вопрос, господи, она, ну, это вопрос, конечно, который задается огромным количеством книг, она выглядит как человек, она ведет себя как человек, она, ну, как бы, вот, встретил на улице, ты подумаешь, что она, человек, даже пообщавшись с ней, ты ничего не заподозришь, но при этом нам постоянно говорят, что нет, она не человек, нет, она там, может, и не сознание, нет, может, она иллюзия, мираж, и туда-сё, и бег частиц. Ну, и вот как поступать, то есть тут это очень такое, с точки зрения нравственности, очень сильный роман, потому что в то время как коллеги Криса, ну, по крайней мере, один из них, да, начинает своего двойника там всячески, так скажем, уничтожать, изучать, исследовать, то есть относится к нему как к однозначно неживому существу, неразумному. Крис в это время проникается чувствами к Харри, к новой Харри, и он уже не может к ней относиться так, как относился бы просто к какой-то к иллюзии, да, к миражу, который следует изучать. Так вот, здесь кроется очень серьёзная нравственная такая проблема, что недостаточно человеку просто формального да или нет, да, это двойник или нет, это человек. То есть тут, так скажем, допустимость каких-то нравственных или безнравственных воздействий на другое существо, она спрятана не в этом существе, а в самом человеке действующем. Так что, так что... Хорошо, есть над чем подумать. Друзья, мы уходим на короткую паузу, после неё мы пообщаемся насчёт идей контакта с внеземными цивилизациями и об идее Земля-космос в романе Станислава Лема «Солярис». Не переключайтесь. Дим, я вот тебе говорил про то, как, прочитав строки про нейтринную материю, подумал, что вот, сейчас расскажут, дескать, она пустая, совершенно в противовес реальным людям. Но это не та дорожка, по которой, на самом деле, нас повёл автор. Я подумал одно, а оказалось совсем другое. Точно так же случилось с упоминанием «Ключа Земли». Не знаю, помнишь ли ты эту деталь, она на самом деле в контексте общего романа незначительна, но когда я прочитал, да, кусочек в сцене, то, что смотрит по карманам наш главный герой Крис Келлин, находит ключ Земли, я думаю, вот, это какой-то символ, он потом получит своё развитие по ходу романа, он может быть, я не знаю, думая о том, какое решение ему принять будет там, вертеть в руках ключ и поймёт, что вот надо так-то поступить, нужно подобным образом себя повести. Ну, нет, это просто упоминание того, что, ну да, «Ключ Земли», вот он как бы у меня есть, всё. И как в случае с первым, да, вариантом, который я тебе писал, я подумал про одно, но автор повёл совсем в другую сторону. Повествование то же самое и здесь. Я ожидал, что ключ сыграет важную роль, а он такая, деталь, мелочь. Но для меня он показался очень важным с точки зрения связи человека, отправившегося пороздить звёздные просторы, но при этом думающего о своём родном доме. Расскажи, пожалуйста, вот по твоим впечатлениям, есть ли какой-то более-менее сильный, может быть, подтекст в Солярисе относительно связи с родным домом, связи, скучания по родной Земле и общей идеей, наверное, популярной для научной фантастики, да, а как, собственно, человечество себя почувствует, когда она вырвется с Земли, не будет ли нам слишком одинок? Ну, насколько я знаю, и, кстати, в этой же, в игре в бисерном этом говорили, что да нет никакого дома в романе. То есть есть Харри. Вот Харри это та ниточка, Харри причём реальный, он и от реальной Харри отрывается, вот где-то ниточка тоже рвётся, да, где-то к середине романа. Но изначально вот воспоминания о возлюбленной, которая покончила жизнь с самоубийством, это единственная ниточка, которая связывает главного героя, а значит и нас тоже, с Землёй. Ну и, ведь Лем так говорил, ну да, тут как бы надо сказать, конечно, про Тарковского, про, очень так бегло коснуться, да, что Андрей Арсеньевич Тарковский, грандиозный, великий, замечательный, снял свой Солярис, в котором он изменил сюжет. Да, 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 нет, нет, это я к тому, что сам Станислав Лем говорил, Тарковский показал, что в космосе плохо, а на Земле хорошо, а я показывал совсем обратно в романе. То есть, ну, основная, да, тоже одна из красных нитей, которая ведётся через всё повествование, что человек, вырываясь за пределы Земли, ему не будет одиноко, потому что он, грубо говоря, несёт Землю с собой, то есть, человек не ищет каких-то иных цивилизаций, не ищет иных разумных существ, он ищет себя самого, он хочет нашу цивилизацию, земную, расширить до вселенских границ. Поэтому в романе тема ностальгии, может быть, да, или переосмысления своего прошлого, она вообще не поднимается. Но она там и не нужна, по большому счёту. То есть, мне кажется, роман, он специфичен, но самодостаточен. Справедливо. Связуя, в попытке как-то связать тему, вот, Земли, то, что я поднял, и мы выяснили, это не то, о чём роман, да? Небольшая цитата, как раз-таки из Соляриса. Человек отправился познавать иные миры, иные цивилизации, не познав до конца собственных тайников, закоулков, колодцев, забаррикадированных тёмных дверей. Очевидно, да, здесь мы можем как раз-таки колодцем, закоулком, тайником, что-то, что забаррикадировано за тёмными дверями, это как раз-таки воспоминания Харри, например. Ну и не только. Кто знает, что там у него ещё? То есть, это Солярис вытащила, профессор, если смотришь. Да, да, да. Чтим за это. Она вытащила, как бы, самый центр, да? Но что по периферии находится, то есть... Соответственно, вот к чему я, собственно, и веду, то, что у нас произошёл-таки контакт. Действительно, человечество обнаружило иную форму жизни. Речь не о том, что это, я не знаю, трёхглазые, зелёные человечки, высокого они роста или они совсем крошечные. Нет, это та вещь, которую мы не можем понять физически, какие бы варианты контакта не выстраивались, постоянно всё не то. Постоянно... не то, что недосказанность, а тотальное непонимание. Очень интересно было с точки зрения, да, тех же самых форм мимоиды. Если бы мы, ну, я уже говорю, как один из героев, скажем так, да, Солярис, вот мы попались с тобой на планету, Дим, у нас с тобой есть все возможности, чтобы создать такую же сверхсложную конструкцию, которая вот строится, 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 строится. Плевать. Гигантский 3D-принтер. Вот у нас готовый мимоид, любое другое, там, любая другая вещь, которую создаёт эта планета, и вот мы ей отдаём эту вещь, и что дальше? Ну, то есть... Отмен мимоидами? Да, то есть вот мы ей отдадим его, она поймёт, что вообще мы имеем в виду. Для нас это совершенно непонятный язык. А если поймёт, скажет ли она нам, что она это поняла? Серьёзно реагирует ли она каким-то образом? То есть то, что они там начали, да, в океан там вгрызаться, а он никак не реагировал, это вовсе не означало, что океан не понимал, чего они хотят, или что океан даже не мог ответить, например, на их контакт. Ну, почему-то он решил так себя повести. То есть, да, тут чужая душа потёмки, а если это душа огромного океана, который плавает где-то в космосе, то уже, братцы, сами понимаете. Там мрак мрачный. Дим, ну вот к чему мы приходим, да? Принципиальная невозможность понять... Ну, тут, мне кажется, можно всё-таки как бы вот с натяжкой провести аллюзию, понять другое существо, в принципе, до конца. Понять, почему оно действует так, почему оно действует именно этим образом, что кроется в глубине мотивов, в подсознании, что движет человеком даже, вашим родным, вашим близким. Принципиальная невозможность до конца понять кого-то другого. А здесь герои сталкиваются с существом, которое они не могут понять вообще, в принципе. Потому что оно, может быть, оно говорит на другом языке, может быть, оно просто не хочет говорить на нашем языке, может быть, оно в миллиард раз умнее всего человечества, да, и всё понимает. И могло бы запросто, там, бац, и, например, не знаю, всё объяснить, дать какую-нибудь телеграмму, сказать, ребята, всё нормально, всё, я хороший, я добрый, летите домой. Но нет, почему-то Тиана решает действовать так. Это же вот, если мы говорим о фантастике, в контексте фантастики это просто, ну, не самый типичный исход для человечества. Обычно всё-таки человек находит себе товарищей, либо врагов в космосе и начинает с ними бороться. Или начинает из-за них погибать, если это фильм «Чужой завет». Но в любом случае происходит какой-то логически понятный, объяснимый контакт. Либо вот это добрый инопланетянин, мы друзья, как в фильме с мальчиком, да, либо это злой инопланетянин, и надо с ним сражаться или от него убегать, как во множестве других фильмов. А здесь нет категории друг-враг. Да, Солярис причиняет страдания главному герою, давай будем говорить о нём, не о его коллегах, потому что там слишком разные ситуации. Он причиняет страдания главному герою. Но что в итоге? Главный герой как бы сам хочет этих страданий. И через эти страдания он много осмысливает. И, ну, то есть, это очень сложно. На самом деле это очень глубокий роман. И всё-таки, всё-таки, уж простите, профессор, мне кажется, что это не... Солерис не то он. Нет, да. Мне кажется, это, ну, это не то, что, знаешь, чисто научная фантастика и всё. Но это действительно что-то такое философское, притчевое. И что-то очень ценное. Я сейчас, да, такая фраза жёсткая, за которой у меня сейчас, наверное, любитель фантастики, это значит, монитор ломать, я пожалею о вашем мониторе. Скажите мне спасибо. Скажи эвфемизмом. Ну, я не знаю. Мне кажется, что Тарковский, интерпретируя Солярис, он пошёл даже, может быть, в более верном направлении, чем... Сам автор книги. Да. Это очень интересная мысль. Мы чуть позже... Может быть, а может быть и нет. Мы чуть позже с тобой ещё по общению. Мы поговорим с и по поводу Соляриса Нарковского. Но идём какой-то промежуточный итог. Мы с тобой видим, на какие темы мы уже успели здесь... Да, там бесконечное количество. Здесь у нас и про идентификацию человека, что делает человека человеком. Здесь и по поводу контакта мы сейчас с тобой, да, пообщались с не только внеземными цивилизациями и как это потенциально может выглядеть. То, что ты пытаешься как бы с человеком пообщаться, ну, не так сейчас, с другим существом поговорить, а у тебя это не получается. И тут же, как подпункт для второго, это потенциальная неспособность до конца понять. Даже человека может быть в собственный раз. Да и себя, наверное. Собственного, да, какого-то вида. Да, и это, опять же, попытка разобраться в собственных чувствах с точки зрения психологизма. Ведь у человека травма. Он сознательно, Крис, он знал, что дома у Харри, после того, как она ему сказала, «Бро, я наложу на себя руки, если ты от меня уйдешь». Он от нее ушел. Он знал, что дома хранятся бутылочки-скляночки с страшными едами. Но он знал. Да-да, там именно так и сказано. То, что я был уверен, ну, типа, если бы я пришел, то показало бы, что я принимаю всерьез ее угрозы. Я не стал этого делать. В итоге, на что делала? Покончила с собой. То есть, и о каком-то трагичном психологизме и осознании собственной вины тоже эта книга. А знаешь еще о чем эта книга? О том, что не только о том, что делает человека человеком, но о том, что делает конкретного человека конкретным человеком. Потому что это же не Харри. Ну, как бы это Харри, это не Харри. То есть, тут вопрос опять миллион раз муссировавшийся. Вопрос клонирования, вопрос переноса сознания, как там робот Чапи, да, на флешке этого, миллионера из трущоб сохранят. Вот. Харри ли это? Ну, и со временем, конечно, оказывается, что это не Харри. Но, с другой стороны, она точно такая же, потому что она совершила тоже снимание. Ну, да, и ты понимаешь... Она тоже решила... Нет, так ты понимаешь, вот тут на самом деле, формально, если посмотреть, вот имеется полная копия той самой Харри, да, физиологически. И она психически полная копия той самой Харри, потому что, насколько я понимаю... А, хотя нет, стоп, все, сворачивайся. Друзья, глубина, глубина самого рано впечатляющая. Он же наделяет ее каким-то образом и психическими установками Харри, хотя я понял, что солярец ведь не может этого сделать, ведь он изымает образ Харри из восприятия Кельвина, а значит, он не может воспринять ни переживания, ни воспоминания о самой Харри. И, с одной стороны, это так, но, с другой стороны, те блоки, которые он изъял из памяти Криса, не смогут ли они сложиться конкретно таким образом, чтобы создать человека не просто визуально похожего, но впоследствии они разовьются в отдельную личность. Да, что-нибудь такое. Ну ладно, прежде чем мы перейдем, да, я думаю, нам можно вскоре вот сейчас уже пообщаться. Ну, просто самое главное, я хотел сказать. Лем, Станислав, насколько я понимаю, нет, зайду с другой стороны, вот для меня ключевой линии романа при всей грандиозной, умопомрачительной интересности идеи живого океана, который создает вот эти образы, всякие вот эти конструкции грандиозные, при том, что это всё очень сильно интересно, при том, что в плане фантастики это классно и занимательно, и необычно. Но для меня центральной линией была линия Кельвина и Харри. Ну, такой вот я, наверное, сентиментальный парень, но для меня в центре романа именно взаимоотношения Love Story. Вот, хотя Станислав Лем сказал, что «Ах, ребята, не то, всё, не то». И меня о том писал. Хватит, это всего лишь для антуражу, для контраста, всё. Главное не Love Story. А для меня главное Love Story. Ну, это лишь говорит о том, сколько многогранен этот труд, сколько каждый человек может из него получить. Ну, и мне кажется, опять-таки это ещё одна причина отправиться в магазин и такой вот копией разжиться. Друзья, ну а мы опять уходим на коротенькую совершенно паузу, после которой, Дима, я бы очень хотел с тобой как человеком, интересующимся, как минимум, вопросами религии, обсудить очень интересную идею ущербного бога, которая крайне любопытна в этом романе. Посмотрим, что у нас с тобой есть сказать. Это не так просто, сказал я легким тоном. Я не имею в виду традиционного бога земных верований. Я не знаток религии и, возможно, не придумал ничего нового. Ты случайно не знаешь, существовала ли когда-нибудь вера в ущербного бога? Ущербного? Повторил он, поднимая брови. Как это понять? В определенном смысле боги всех религий ущербны, ибо наделены человеческими чертами, только укропненными. Например, бог Ветхого Завета был жаждущим раболепия и жертвоприношений насильникам, завидующим другим богам. Греческие боги из-за своей скандальности семейных распри были в не меньшей степени по-людски ущербны. Нет, прервал я его. Я говорю о боге, чье несовершенство не является следствием простодушия создавших его людей, а представляет собой его существеннейшее имманентное свойство. Это должен быть бог, ограниченный в своем всеведении и всемогуществе, который ошибочно предвидит будущее своих творений, которого развитие предопределенных им самим явлений может привести в ужас. Это бог увечный, который желает всегда больше, чем может, и не сразу это осознает. Он сконструировал часы, но не время, которое они измеряют, системы или механизмы, служащие для определенных целей, но они переросли эти цели и изменили им, и сотворил бесконечность, которая из меры его могущества, какой она должна была быть, превратилась в меру его безграничного поражения. И далее, 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 про добро и зло. Вот этот вот пассаж, да, Зим, ты... Ну, мне кажется, что ключевая фраза здесь... Где? Начало. Здесь? Я не знаток религии. Ну, то есть, понимаешь, вот конкретно этот кусок, это точно по парадигме романа, попытке каким-то образом понять принципиально непониманием, непонимаемые, непознаваемые, попытки своим человеческим умом, своими категориями привычными выйти за рамки привычных явлений. Ну, то есть, нет, конечно, вот этот кусок, я считаю, исключительно домыслами автора, ну, в том плане, как бы, сейчас я попытаюсь формулировать это максимально адекватно, здесь, вот, вот, смотри, смотри, во многом в этом романе мы видим какую-то провиденциальность, что ли, какую-то такую, знаешь, ну, такие вот исключительно гениальные мотивы, то есть, что-то великое, что-то вечное, как там это, да, Толстой писал, тщетно, художник ты мнишь, что творение своих ты создатель, то есть, в этом романе 20 век, рассвет фантастики, выход людей в космос, и вот на этом мейнстриме появляется философская глубочайшая притча, но, вот конкретно в этом кусте я вижу поляка Станислава Лема, я не вижу, ну, то есть, я не в ко... я ему сейчас, так скажем, это его взгляд, вот это конкретно его взгляд, мне кажется, что он перенес свои мысли в книгу, ну, или, может быть, пустил Криса Кельвина по пути своих раздумий, так скажем, вот, но, небольшой комментарий, да, друзья, во-первых, я сам человек, скажем так, я атеист, но при этом, я вас категорически призываю не ограничиваться точкой зрения о том, что вот такой вот у нас Бог, как здесь было сформулировано, Бог Ветхого Завета был жаждущим раболея, и жертвоприношения населения. для того, чтобы все это говорить, я просто призываю вас копать немножко глубже, интересоваться персоной Иисуса Христа и пытаться разобраться, насколько сильные и позитивные изменения могут случиться конкретно в вашей жизни, если вы решите как-то все это понять. То есть, это взгляд действительно человека, который просто, ну, так скажем, не глубоко в теме, так скажем. При этом, мне кажется, я, допустим, ошибку закончил слишком рано, чуть-чуть позже, тут есть очень важный кусок, именно для понимания романа целиком, напомню тем из вас, кто, может быть, подзабыл. Пум-пум-пум. А может, именно Солярис, колыбель твоего божественного младенца, добавил Снаут. Он все явственнее улыбался, и тонкие морщинки окружили его глаза. Может, именно он и является, если встать на твою точку зрения, зародышем Бога отчаяния. Может, его жизненная наивность еще значительно превышает его разумность, а все содержимое наших сериалистических библиотек только большой каталог его младенческих рефлексов. А мы в течение какого-то времени были его игрушками. Закончил я. Да, это возможно. Знаешь, что тебе удалось стать совершенно новую гипотезу по поводу Соляриса? А это действительно кое-что. Ну, вот какая-то моралистика все-таки здесь, мне кажется, читается именно авторская. То есть, когда он показывает Солярис, когда он показывает, как Солярис взаимодействует с персонажами, мы верим. Мы прям вот смотрим, разгадываем, выстраиваем какой-то ребус и пытаемся его объяснить. Когда он начинает в открытую декламировать, хотел сказать, декларировать, а значит, скоро заканчивается налоговый период. Декламировать и постулировать какие-то религиозные мотивы, то тут уже начинаешь понимать, что может он и не особо-то... Может быть, он даже не особо понимал, о чем пишет. Ну, друзья... Ну, так бывает часто. Чего вы на меня так смотрите? Кстати, поэтому сейчас маленькая финальная цитата. Ты прям в точности к ней подвел, и мы поговорим про Тарковского, его экранизацию. Но здесь у меня под заголовком, как ты в последнее сформулировал, он не знает... Да. Не знает, о чем пишет. У меня под заголовок «Не знаешь, что пишешь». И это цитата самого Лема. Все романы типа «Солярис» написаны одним и тем же способом, который я сам не могу объяснить. Я и теперь еще могу показать те места в «Солярис» или «Возвращение со звезд», где я во время писания оказался, по сути, в роли читателя. Я знаю, это немножко другое, посмотрите, что ты говорил на тем, когда Кельвин прибывает на станцию «Солярис» и не встречает им никого, когда он отправляется на поиски кого-нибудь из персонала станции и встречает Снаута, а тот его явно боится. Я и понятия не имел, почему никто не встретил посланца Земли и чего так боится Снаут. Да, я решительно ничего не знал о каком-то там живом океане, покрывающем планету. Все это открылось мне позже, так же, как читателю во время чтения, с той лишь разницей, что только я сам мог привести все в порядок. На этом, Дим, я предлагаю нам сделать небольшую паузу, а после нее мы, наконец-то, поговорим про экранизацию Андрея Арсеньевича. Не переключайтесь. Дим, важная, очень важная, как мне кажется, сейчас часть нашего, нашей с тобой передачи и отдельный привет аудиослушателям, потому что наш подкаст слушают, ну, по крайней мере, скачивают. Вот, друзья. Да, это не точно. Если вы нас слушаете где-нибудь в авто или сидя просто дома, но не смотря видео, а звук воспринимая... Следите за дорогой. Вам большой привет. Совершенно верно. Дим, очень важный кусок и вот почему, как мне кажется, и это не только мое мнение, культурологи, искусствоведы тоже за эту идею топят. Экранизация Андрея Арсеньевича Тарковского довольно сильно помогла приобретению культового статуса роману. Ну, понятное дело, она очень помогла с точки зрения расширения мира, потому что мы не только воспринимаем лишь те образы, которые у нас, да, за счет слов построились в голове, но есть визуальное отражение, над которым работали художники-постановщики, вся команда, сам режиссер. Ну, вот, хотел с тобой немножко поговорить я про, как раз таки, экранизацию Тарковского, про Соденберга не будем про то, что было перед Тарковским, черно-белый есть небольшой ТВ-фильм, тоже не будем, главное это садялись Тарковского. Перед тем, когда пообщаемся, что из интересного, то, что фильм 72-го года, то, что довольно важную роль, как мне кажется, там играет музыка, органная музыка, это фаминорная хоральная тренедия Баха. И что еще из интересного, ну, и то, что повествование, оно такое очень неспешное, оно такое тягучее, медленное, но и, мне кажется, чтобы этот фильм оценить по достоинству, ну, вот, грубо говоря, до него нужно дорасти, нужно, ну, потому что я, не знаю, лет 7 назад заполучил себе в руки копию, начал смотреть, о, он показывает, как колышутся водоросли в воде, выключил, пошел смотреть какие-то, не знаю, клипы Линкен Парк, мне кажется, так это было, ну, а теперь я, мне еще предстоит, да, целиком этот фильм все-таки вообразить, видел лишь куски, но, тем не менее, он, он знаковый, он культовый, я бы хотел узнать твое мнение об экранизации Андрея Арсеньевича. Я смотрел после прочтения книги, поэтому сюжетно для меня, ну, вот, самые главные, да, ходы были открыты, и это, конечно, наложило свой отпечаток на заинтересованность именно вот в процессе просмотра. Тут я до сих пор, на самом деле, вот, теряюсь в догадках, что, может быть, стоит сначала фильм посмотреть, а потом книгу читать. То есть, ты не можешь какой-то строгой рекомендации дать. Ну, потому что, на самом деле, в конце-то концов, это действительно два совершенно разных произведения, то есть, тут нельзя уже сказать, что, ну, да, это, наверное, знаешь, это та же история, что и со Сталкером, и с Пикником на обочине, то есть, здесь нельзя уже сказать, что Тарковский выступает, режиссер, выступает исключительно в роли, так скажем, транспортировщика, который переносит язык книги, ну, переводит на язык кино, да, то есть, есть у нас оригинал, первоисточник, и есть, как бы там, какие-то интерпретации, подражания, копии, воспроизведения, нет. Солярис Тарковского, это совершенно самостоятельное, самодостаточное, равнозначное по культурному и художественному посылу, ага, равнозначное по художественному и культурному посылу вещь, явление. ну, конечно, это шедевр, господи, но это же Тарковский, ну, о чем тут говорить, Тарковский, это Тарковский. Если вам не нравится Тарковский, ну, что, что, бывает. В общем, Тарковский показал нам не просто драму человека в космосе, Тарковский показал нам нечто совершенно иное, он не просто перевел роман, но и исказил его в хорошем смысле, поэтому смотреть надо. Ну, я не знаю, но тут, правда, больше нечего сказать, кроме того, что Тарковский, это Тарковский, смотрите, все. Он очень смелый, какая нужна смелость, да, для режиссера, чтобы взять культовый роман и просто сюжет изменить и изменить концовку, изменить начало, то есть, сказать нет, как он там говорил, по-моему, соавтор сценария, да, это его воспоминания, но тут я теряюсь, то ли это сам Тарковский говорил, то ли этот соавтор, что, да мне неинтересно вся эта футуристика, все, весь этот космический антураж, все эти перемещения, там разгадки, но, если мы добавим в сюжетную канву дом, ностальгию, переживание, переосмысление именно темы дома, тогда из этого может что-то получиться, и вот мы видим, да, что получилось, то есть, та самая тема дома, надо пересматривать, прям загорелся, да, та самая тема дома и возвращение к родной земле, да, она, ну, я просто не буду спойлерить, ну, потому что, даже если ты читал роман, ты все равно не знаешь, чем заканчивается фильм, поэтому спойлерить, я не знаю, да, но мы не будем спойлерить нашим уважаемым, да, зрителям, однако, я думаю, просто нужен перерыв, нужно, нужно прочитать, дать себе, ну, сколько, несколько недель, может быть, пару-тройку месяцев, и потом уже посмотреть, потому что мне, когда я вот принимался, да, практически сразу после прочтения, было довольно тяжело, ибо там формуле, отдельные фразы в точности воспроизведенные в фильме, может быть, порядок сцен, в плане, да, я уже говорил об этом, с точки зрения структуры, у нас есть блоки из прошлого, вставленные в произведение, скажем, в середине, а там то, что было ранее, тот же самый Берт, у нас ребят, это в самом самом начале. Это кинематографические условности. Ну, конечно, конечно, но суть в том, что вы просто прочитайте, дайте себе несколько недель, может быть, месяцев, и потом уже воспримите. Это, кстати, совет, дружище, который ты мне в свое время дал по поводу автостопом по галактике, когда я собирался послушать радиопостановку сразу после прочтения, такой, Миш, ну, как бы, чего ты, не торопись, потому что, да, с одной стороны, хочется тут же на эмоциях посмотреть, а как же люди адаптировали, с другой стороны, гораздо больше удовольствия вы получите, если не каждый отдельный пунктик будете сверять, хм, тут они сказали фраза из пяти, из двух предложений фраза, а тут только из одного, почему они убрали это предложение, чтобы не концентрироваться на этих излишних деталях, то, что там, как именно адаптировали господа создатели экранизации, просто дайте себе пару-тройку недель. Это занятно, потому что я не смотрел и не читал «Автостопом по галактике», ну, ладно. И не ждите экранизации вообще, по большому счёту, садитесь смотреть Тарковского, смотрите только Тарковского, не ждите там вообще Лема, потому что вы его там, может быть, и не встретите. Может быть, встретите, но дело в том, что если подходите к фильму, как вот, вот я хочу посмотреть, как мою любимую книгу перенесли на экран. Нет. Не пойдет. Ну и что, что хотите. Снимайте кино. Идите, учитесь на режиссера. Нет, нет. Поэтому, ах, давай, ещё часок про Тарковского. Да, ну, это будет, может быть, отдельная у нас передача, Тим, тоже в раках диалогии. Можете написать в комментариях, было ли бы вам интересно послушать про Андрея Арсеньевича, может быть, отдельные его фильмы, ведь первая часть, да, нашей с тобой диалоги вообще была бы освещена как раз таки фильму, но это мы ещё посмотрим. Друзья, ну что ж, снова у нас небольшой такой перерывчик, короткая рекламная пауза, или не рекламная, даже рекламы нет, просто пауза. И после неё мы подведём итоги нашей долгой, долгой, долгой беседы с Дмитрием и, может быть, попытаемся одну из ключевых ещё идей, да, как как-то озвучить, покрутить, рассмотреть. Как я всегда говорю, не переключайтесь. Итак, годы среди предметов, вещей, до которых мы оба дотрагивались, в воздухе, помнящем её дыхание, войне чего? Надежды на её возвращение? У меня не было надежды, но жило во мне ожидание, последнее, что у меня осталось от неё. Каких свершений, издевательств, каких мук я ещё ожидал? Не знаю. Но я твёрдо верил, что не прошло время жестоких чудес. Заканчивая наш разговор, подводя его к такому логическому завершению и отталкиваясь от этих слов и всего того, о чём мы поговорили, Дим, в первую очередь, позитивно ли общее впечатление, не в плане понравился или не понравился роман, но есть ли у автора, Станислава Лема, конкретно в Солярисе, посыл такой позитивный, вот так, повестка, она всё-таки мажорная или минорная? Зависит от читателя, конечно, но я думаю, что если в конце концов всё равно Крис находится не в состоянии неизбывной меланхолии, депрессии, а всё-таки он, как там, прямая цитата, это не надежда, да, ожидание, ожидание и вера в то, что не прошло ещё время жестоких, но всё-таки чудес. То есть, я думаю, что Крис ждёт воссоединения и, возможно, Солярис даст ему шанс на это воссоединение, поэтому, понимаешь, всё-таки это такая литература, где категории там позитивные или негативные посылы, они немного стираются, кто-то обратит внимание на одно, кто-то на другое, кто-то возьмёт на вооружение конкретно кусок про рассуждение об ущербанном Боге, да, поэтому, я думаю, что в любом случае этот роман очень хорош тем, что он задаёт вечные вопросы, которые, которые, ну, мучают человечество с самого его возникновения и мы должны быть благодарны пану Станиславу за это. Вот, и в конце концов, да, этот роман можно воспринимать двояко, можно его так скажем, можно его воспринимать как тот же самый мимоец, да, или семиряду, то есть, семиряду, семиряду, понимаете, ох уж, это соляристика, то есть, давайте я зайду с другого угла, мы можем посмотреть на солярис, как на притчо и ребус, который мы можем объяснить. например, мы можем фантазировать на тему, а что же понимается, вообще имеется в виду под образом океана, имел ли в виду Станислав бога, или может быть океан это образ совести, да, которая, вот, что бы ты с ней не делал, как бы ты там не пытался ее заглушить, она все равно вытягивает самые болезненные вот эти вот моменты, ставит перед твоим лицом и говорит, смотри, встречайся со своими драконами, да, лицом к лицу, то есть мы можем трактовать этот роман, можем разбирать его, можем его разъяснять, а можем отнестись к нему действительно как к красивой, законченной, ну, в чем-то несимметричной, в чем-то может быть провисающей конструкции, к, так скажем, пониманию, которой мы не должны подходить с жесткими логическими установками, так вот сейчас вот это я объясню так, вот это иначе, вот это по-другому, то есть оставим здесь какую-то нотку тайны, примем Солярис как нечто загадочное, как явление не вполне объяснимое и в контексте культуры, и в контексте литературы, и в контексте кинематографа, и в контексте может быть человечества вообще, а там, где есть тайна, там всегда интереснее. О да, о да, о да, и ты, Дим, продолжай. Вы видели, какой я сейчас конструкцию наградил, словесную, я пытаюсь сейчас это обратно пробежать, понять, я пока скажу по всему слову. Скажите, что? Нет, ты меня на очень интересное размышление натолкнул, то, что у нас есть форма научно-фантастического романа, и сеттинг, который разворачивается где-то в будущем, то, что прилетели люди, Земли, на некую планету с разумным океаном, на минуточку, но за счет этого сеттинга получается ряд вопросов поднять, и поднимаются они через различные роли и различные интерпретации того, кем же все-таки является океан. С чего ты начал? То, что это Бог, который ты не понимаешь иной раз, что он на тебя хочет, а как он выстраивает твою жизнь, как он с тобой взаимодействует, как он на тебя влияет. Это может быть не Бог, это может быть просто совесть. Есть фраза, да? Ищи Бога, но не ищи, где он живет. Пожалуйста. Это может быть совесть с той стороны, что ты вынужден снова встретиться, причем уже визуализировано в воплощении с теми грехами, которые были у тебя в прошлом, когда вместо того, чтобы любить человека, заботиться о нем и отдавать себе отчет о том, что ты можешь на него негативно повлиять, что он покончит, блин, он наложит на себя руки. Нет, ты не занялся этим, ты этого не сделал, и как следствие всю свою жизнь ты будешь с этим грехом вот опять и опять и опять. Или же это, наоборот, не совесть, а возможность искупления. Вот что дает наш океан, то, что слава богу, наконец-то я перестану быть, как это, грешником, думать о том, как много плохого я сделал, думает Крис, но при этом появится, вот появилась Харри, и мы можем с ней быть счастливы. Или же другая, это и не бог, и не совесть, и не некий, ну грубо говоря, там ангел, который дает тебе спасение, а на самом деле это другой человек, которого физически невозможно познать, ты пытаешься с ним выстроить отношения, ты пытаешься с ним пообщаться, но ничего не выходит, потому что до конца его понять у тебя не выйдет в принципе. И пятое, еще, да, вариант, как мы интерпретируем, чем же является океан, это и в самом деле попытка понять, как выстроятся отношения с пришельцами, сможем ли мы с ними поговорить, кстати, принципиально им по-другому говорящие, по-другому мыслящие и видящие свою вселенную существа. Ну да, то есть такое, значит, ледяной душ, то есть стоп, стоп, да, вы тут думаете, что вы тут все будет хорошо, не так. Мы учились летать далеко. Совершенно, совершенно верно. И этого достаточно нет. И вот вот эта вот оболочка, вот эта вот форма, да, того, что научно-фантастический сайтинг, научно-фантастический роман, но вот эти вот интерпретации того, кем же все-таки является океан с точки зрения взаимодействия с персонажем Крисом Кельвином, ну вот, ребят, это очень интересная... Плодотворная тема для рассуждения. Совершенно верно. Очень много идей можно из романа подчеркнуть, много над чем можно задуматься. Напишите в комментариях, кстати говоря, чего, по-вашему, может быть, является разумная тянца Ларис. Либо один из тех пунктов, что мы с Димой, да, вывели, либо что-то с вашей стороны будем очень рады почитать. Придумайте, что-нибудь новое. Вот, друзья, ну, на этом, наверное, все, Дим. Вот, мы будем прощаться с нашей дорогой аудиторией. Друзья, увидимся в следующих выпусках. Обязательно пройдите по ссылочкам в описании, зацените и Димины группы, посмотрите статью Александра Генниса, потому что, если вы заинтересованы в том, что такое Солярис, вам она будет очень интересна. Ну и, разумеется, не забывайте получать знания и делиться ими. Всем пока. Пока.